В библиотеке посёлка Развилка всегда проводится множество самых разных мероприятий. Концерты, лекции, творческие вечера. Сейчас сотрудники стали придумывать новые варианты досуга в условиях пандемии. Одно из них – развлекательное онлайн-шоу «Весёлая семейка». Здесь присутствует взрослый и ребёнок. Это может быть мама с ребёнком, бабушка с внуком и так далее. Сейчас у нас проходят новогодние выпуски. Мы снимаем новогодние выпуски. Значит, это новогодние фильмы, мультфильмы, новогодние песни, новогодние сказки. Значит, наши участники должны это угадать. Участниками очередного выпуска стали наша коллега Татьяна Брылова вместе со своим сыном Пашей. В процессе игры их команде предстояло ответить на вопросы викторины по новогодней тематике. Как это «гир»? Какое-то вот такое слово, да? Знаешь, «гир»? На «г» как-то он. Похожее онлайн-шоу проходит в Молоковской библиотеке. Правда, там участие принимают только взрослые. Идея сделать именно семейную игру принадлежит новому сотруднику развилковской библиотеки Веронике Перепеличенко. Она же отвечает за техническое обеспечение мероприятия. С высоты вот этих вот разных поколений было интересно вообще посмотреть, как вспомнят, не вспомнят, потому что мы берем разные отрывки времени, как и советские мультики, так и песни, и сказки, так и настоящие. Поэтому это все было очень интересно вообще посмотреть, что из этого будет. Веселая семейка нашла своего зрителя в социальных сетях библиотеки. Каждый раз в интернет выкладывают по два выпуска, и подписчики голосуют за более понравившуюся пару. Победитель по количеству лайков выходит в следующий тур. Две пары выйдут в финал, и прямо перед Новым годом выйдет у нас финальная такая передача, где определится победитель, который получит свой приз. А сегодняшние участники после съемки поделились своими впечатлениями. Мне сильно понравилось, главное, участвовать в этой игре. Сложно было? Ну, так. На самом деле мне, наверное, сложно было, потому что современные мультфильмы, современные фильмы, мы все-таки люди разных поколений, и он где-то помнит больше, чем я. Возможно, даже название не запоминает, но сам мультфильм, я вижу, что он видел. Стать героями нового проекта могут все желающие. Для этого обращайтесь в Развилковскую библиотеку. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.